Ну, пойдем? Пошли. Топ-топ скоро подрастет. Ножками своими он пойдет. В это верят родители трехлетнего Найка. Их малыш родился недоношенным в 7,5 месяцев беременности, весом меньше полутора килограммов. Во время родов пострадала нервная система, произошло кровоизлияние в мозг. Основной первый диагноз мальчика – перинатальная энцефалопатия. В полтора года у Найка диагностировали ДЦП. Но врачи уверяют – он сможет ходить. Он пойдет у вас только когда – это вопрос времени. Ну, а так-то уже ему 3,5 года, поэтому родительское сердце болит. Мы собрались в Китае. На попе не сидит до сих пор. Ему удобно вот на коленях он сидит. И на попу он не садится. Если садится, то падает на спину. Значит, пополз, он по пластульски нашел полз где-то года в полтора на животе. А нормально, как дети ползают, значит, на коленях, на ручках, ну, он начал где-то года в два вставать. Он встает, значит, ну, на ножке может вставать сам, но только с опорой. Если опоры нет, он падает. Ручки и ножки Найка в повышенном мышечном тонусе, чтобы снять напряжение, ребенок регулярно лежит в стационарах, в Благовещенской больнице и в Хабаровской клинике. Массажи, физиопроцедуры, уколы делают свое дело. Малыш сам кушает, играет со сверстниками и разговаривает. Харбинская клиника предложила пройти Найку усиленный трехмесячный курс лечения и реабилитации. Чтобы не навредить малышу, там его еще раз обследуют и определят курс лечения. В приглашении сказано, что в числе процедур общий массаж, точечный, иглорефлексотерапия, занятия на специальных тренажерах, уколы и не только. Каждая процедура назначается ежедневно по одному-два сеанса. В клинике день ребенка расписан поминутно, с перерывом на обед и дневной сон. Родители надеются, что такой интенсивный курс поможет Найку пойти. Хочу, чтобы он быстрее пошел у нас. Хочется успеть, чтобы он до школы уже пошел нормально в школу, как все дети. На лечение в Харбине семье нужно 60 тысяч юаней, то есть пока около 600 тысяч рублей. Из-за курса доллара и юаня собирать деньги больным детям на лечение за границей стало в два раза тяжелее, рассказывают представители Красного Креста. Сейчас они помогают родителям размещать информацию о Найке в СМИ, в торговых центрах и в общественных местах. Сейчас мы собираем определенную сумму, в апреле вполне возможно все может поменяться и эта сумма вырастет. Очень жаль людей, потому что многие, кто даже до Нового года, люди договаривались, у кого-то есть, куда поехать лечиться. На самом деле все, этих денег просто не хватает. Все, что даже собирали на лечение, теперь хватает едва ли на проживание, либо они собирали полную сумму на лечение и проживание, теперь они могут за нее только лечиться. Реквизиты банковского счета родителей мы разместили на сайте amur.info. Также их можно найти в соцсетях на странице папы мальчика Сергея Бенцель. Клиника ждет ребенка в апреле. На сбор денег осталось не так много времени. Мы очень сильно любим сына. Нам больно смотреть на то, что он не ходит в садик со всеми детишками. Мы хотим, чтобы он хотя бы уже до школы начал ходить, чтобы нормально пошел в школу. Наталья Храмова, Василий Пронькин. Альфа Новости.